Всем привет! Это Мила, и я ваш проводник мир прекрасного и могучего русского языка. В этом видео я буду говорить только на русском языке. Поэтому, если вам что-то непонятно, вы можете включить субтитры на русском языке. Текст с параллельным переводом на английский язык доступен по ссылке в описании. Итак, сегодня мы будем говорить с вами о фильмах, о российских фильмах. Я порекомендую вам несколько хороших российских фильмов, которые вы можете посмотреть для улучшения русского языка. Но вначале мы выучим с вами несколько слов и выражений, которые мы можем использовать, чтобы рассказать о фильме. Ну что, вы готовы? Поехали! Первым делом, что нужно нам знать о фильме, это название, название фильма. Или мы можем сказать, фильм называется. Например, фильм называется Терминатор. Название фильма Терминатор. Нам также нужно знать жанр фильма, потому что есть люди, которые не любят ужастики, фильмы ужасов или не любят комедии. Кто-то не любит романтические фильмы, а кто-то не любит мюзиклы. Я честно признаюсь, я страшный киноман. Страшный, ужасный, ну, на самом деле, в этом контексте мы говорим, что мы очень любим что-то. То есть, я ужасный, страшный киноман. Я с ума схожу по фильмам. Я люблю все жанры фильмов, но мой любимый жанр фильма – это триллер. Триллер, я люблю пощекотать себе нервы. Какие еще есть жанры фильмов? Комедия, черная комедия, романтическая комедия. Это может быть драма. Драма или фильм-катастрофа. Боевик, фильм ужасов, арт-хаус, документальный фильм и так далее. Ну и что же самое главное в фильме? Самое главное в фильме – это сюжет. Сюжет, то есть, это история, которая прослеживается в фильме. Сюжет может быть на чем-то основан. Мы можем сказать, сюжет фильма основан на книге. Или сюжет фильма основан на реальных событиях. Когда показывают эту надпись перед просмотром фильмов ужасов, становится еще страшнее. Чтобы рассказать о сюжете, мы говорим. Фильм рассказывает о... И вы рассказываете, о чем фильм. Например, фильм рассказывает о веселой компании друзей, которые решили поехать в лес и остались жить в заброшенном доме. Конец придумайте сами. Также в каждом фильме есть главный герой или главная героиня. В некоторых фильмах также есть главный злодей. Главный злодей. Мы можем также сказать, где происходит действие фильма. Действие фильма происходит в или на. Действие фильма происходит на необитаемом острове. Или действие фильма происходит в Москве. Мы можем сказать, что в фильме используются какие-то спецэффекты. В фильме используются спецэффекты. Или можем сказать, что фильм красиво снят. Фильм красиво снят. Ну, либо фильм плохо снят. Фильм ужасно снят. Да кто вообще снимал этот фильм? Ах да, режиссёр. Ре-жи-сёр. Режиссёр фильма. Ну, если вы знаете, кто является режиссёром, вы тоже можете это сказать. Режиссёром фильма является Хичкок. Мы можем также дать оценку фильму. Фильм интересный или неинтересный. Фильм скучный. Фильм захватывающий. Фильм монотонный. Фильм монотонный. Фильм увлекательный. Фильм банальный. Ну и немного сленга. Фильм крутой. Фильм клёвый. Фильм отстой. Отстой. Фильм так себе. Так себе. Ну, а теперь давайте я покажу вам, как использовать эти фразы при описании фильма. И также дам вам несколько рекомендаций по российским фильмам. Первый фильм, который я хочу вам посоветовать, называется «Экипаж». Это потрясающий фильм с прекрасными актёрами и захватывающим сюжетом. Это фильм-катастрофа. Ну, на самом деле, сюжет описывается как драма, триллер и приключения. Но вот, честно говоря, мне кажется, что это больше фильм-катастрофа. В фильме очень много захватывающих моментов. Моментов, которые захватывают дух. И ты переживаешь за людей, которые находятся в этом фильме. По сюжету фильма главный герой работает пилотом. Но из-за того, что у него очень своенравный и трудный характер, у него возникают проблемы на работе и в семье. Действие фильма происходит в нескольких местах. В первой половине фильма действие происходит в Москве. Во второй половине фильма действие в основном происходит на острове, на вымышленном острове и затем в небе. В небе, то есть в самолёте. Как я сказала, это фильм-катастрофа. И это подразумевает, что на острове случилась какая-то катастрофа, какой-то катаклизм. И затем людям нужно было бороться за свою жизнь. Я не могу вам рассказать больше, потому что иначе это будет спойлер. А спойлеры я сама не люблю. Но я могу вам сказать, что этот фильм настоящий шедевр. В нём очень много спецэффектов. Фильм захватывает и заставляет переживать. И переживать не только за людей, но проживать эту катастрофу самому. Я советую этот фильм студентам уровня B1 и выше. А со сунка этого мы увольняем. Нет, не увольняем. Он пилот от Бога. Быстро съезд машины! Быстро! Пошли, пошли, пошли! Итак, кто из вас любит чёрные комедии? Ну, не то чтобы я люблю чёрные комедии и чёрный юмор, но этот российский фильм, я думаю, заслуживает отдельного внимания. Фильм называется «Парень с нашего кладбища». Интригует, не правда ли? Жанр фильма, комедия и триллер с элементами мистики. Ну, я могу сказать, что это правда. То есть комедия на самом деле получилась отменной. Главного героя зовут Коля. Коля приезжает в Москву для того, чтобы найти работу. И его дядя предлагает ему поработать на кладбище ночным сторожем, так как предыдущий сторож убежал ночью с кладбища по непонятным причинам. То есть он никому ничего не объяснил и просто убежал. Как-то подозрительно. Николай устраивается на работу на кладбище и каждую ночь с ним происходят странные и ужасные вещи. Фильм смешной, иногда жуткий, сюжет закрученный и концовка неожиданная. Я советую вам посмотреть этот фильм и посмеяться от души. А может быть, побояться от души. Фильм советую к просмотру студентам выше уровня B1. Сваливать надо тебе отсюда! Я тут сдохну. Ну и последний фильм называется «Хаттабыч». Есть на самом деле два фильма, которые называются «Хаттабыч». Первый фильм советский называется «Старик Хаттабыч». Тоже очень смешная детская комедия. И я рекомендую ее к просмотру даже студентам уровня A1, A2. Ну, конечно же, с субтитрами, с русскими или английскими. Но сейчас я вам расскажу о другом фильме, о современном фильме, который называется «Хаттабыч». Это современная комедия о Джинне по имени Хаттабыч, который был освобожден из лампы хакером по имени Гена. Фильм я особенно рекомендую людям, которые интересуются программированием и компьютерными системами. Кто, возможно, работает в этой сфере или интересуется этой сферой, потому что в фильме очень много слов на данную тематику. Много сленга, много терминов, и это будет полезно вам для пополнения вашего словарного запаса. По сюжету фильма молодой человек по имени Гена занимается хакерством в мировой сети. Именно благодаря, именно с помощью своих навыков он заказывает лампу, он ее находит в интернете и заказывает даже не покупая. То есть он ее не покупает, просто заказывает через интернет с помощью определенных кодов. Однако он не знает о том, что эта лампа волшебная и что в ней сидит Джинн. Фильм очень смешной, оригинальный, и в нем используется очень много сленга. Поэтому этот фильм я могу рекомендовать только студентам продвинутых уровней B2 и выше. Даже для B2, я думаю, возможно, будет немного сложно именно из-за сленга. Но в любом случае вы можете выписывать все слова, которые вам неизвестны. Владимирский центр Весер Северный Живешь тут, как бомж! Так что с тебя штука баксов. Да за такие бабки мог бы и Джинн быть в комплекте. Джин. Типа Хаттабыч. Миллион, миллиард, биллион! Хрен знает, сколько миллион! На этом все. Я надеюсь, что вам понравился этот урок и что вы посмотрите эти фильмы. Увидимся! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...